привет всем любителям sim racing прошло каких-то всего лишь 16 лет с момента выпуска последней версии vrally vrally 3 который вышел еще на ps2 и теперь мы получили продолжение этого некогда популярного и обласканного критиками симулятора ралли vrally 4 разработку продукта с этим легендарным именем vrally доверили компании килотон которая до этого занималась выпуском каких-то поделок в виде версии выходивших ежегодно и не снискавших особую популярность среди сим-рейсеров но мои опасения по поводу студии разработчика слава бога не подтвердились итак давайте обо всем по порядку мой обзор на вырали данная игра представлена у меня версия для xbox one поэтому всю навигацию по меню я буду осуществлять с помощью этого геймпада и так после запуска игры мы попадаем в стандартное основное главное меню в котором видим несколько режимов игры это режим в ралли режим быстрая игра многопользовательская игра геймпаде масси основной режим это режим в ралли это карьерный режим который в котором необходимо выполнять определенные задачи приходить первым по различных дисциплинах 10 экономику по игре то есть нанимать сотрудников механиков у менеджеров инженеров платить им зарплату зарабатывать деньги на заездах размер который зависит от результата карьера развивается постепенно сначала ты проходишь одни этапы потом тебе предлагают поучаствовать других этапах и так далее на самом деле все стандартные единственное что добавили это добавили вот эту математику эту экономику которые на самом деле на мой взгляд здесь не особо ты нужна охота просто сесть импадом или с рулем и начать играть в принципе аркадные следующий режим называется быстрая игра ну как понятно из названия режима в этой игре ты сам выбираешь что-то режим соревнований в котором хочешь участвовать на выбор доступны ралли ралли кросс заезд на склон баги и экстремальная джим хана в принципе это достаточно полный перечень всех тех дисциплин которые в принципе бывают на ралли иных автомобилях и на баги но пользовательский режим интересен прежде прежде всего тем что здесь есть игра в режиме разделенного экрана когда на одной приставке с помощью двух устройств вода с помощью двух геймпадов можно будет поучаствовать в ралли нам заезде либо поучаствовать в ралли кроссе сразу с приятелем с другом ну а многопользовательская игра по сети это многопользовательская игра по сети любому из режимов игры представлено сразу несколько локаций которые отличаются довольно сильно своей конструкции конфигурации и визуальным исполнением например есть национальный парк сэкла и сша есть долина памятников сша есть кения есть малайзия есть япония и есть даже сибирь в россии предлагаю для демонстрационного заезда в качестве локации как раз и выбрать россию потому что это достаточно красивый этап в заснеженной сибири вот такая конфигурация трассы достаточно сложная проходит мимо озера имеет очень много шпилек поэтому давайте посмотрим что можно получить на этой трассе на выбор в данной игре предоставлено достаточно много автомобилей всего авторы заявляют что их более 50 это все те автомобили которые в принципе когда-то были и есть сейчас в виде легенд раллиных производителей естественно вот начинает еще с mitsubishi lancer opel mantra 400 по porsche 911 carrera safari версия еще один porsche еще один porsche рено alpine a110 достаточно известный автомобиль клио более современные автомобили рено megan и так далее их достаточно много и все автомобили отличаются по характеристикам и по типу привода полный привод или задний привод это все а отражается на управляемость этих автомобилей на трассе в качестве первого автомобиля для своей тестовой поездки я выбираю volkswagen golf gti 16 в а теперь берем руль спарка r383 от компании траст мастер ралли мод и дишин и вперед на покорение снежных трасс в сибири в россии итак мы находимся сейчас в автомобиле в гольфе и двигаемся по сибирским просторам сибирским дорогам несмотря на то что разработчиками данной игры были компания килотон который не выпускала хороших раллийных симуляторов а выпускала поделки в виде wc здесь они превзошли себя и сделать действительно нормальную адекватную обратную связь по которой понятно как ведет себя автомобиль и с которой охота управлять автомобилем графика в игре достаточно простая но при этом приятная глазу единственное что напрягает это то что игра залучена на 30 кадров в секунду вне зависимости от того на какой версии приставки ты играешь будь то playstation 4 pro или xbox one x которые я думаю легко потянули эту игру не только в 60 fps но и в 4к сами по себе трассы здесь очень разнообразные и в отличие от того же дюарт ралли они широкие ты можешь действитель действительно с большой скоростью нестись по этим трассам не боясь что трасс настолько узкой что встречи повороты просто ему не может поместиться потому что да еле еле проходят твои правые и левые колеса одновременно я и не могу не показать вам этап в японии потому что это очень красочный этап вы сами все сейчас увидите он кардинально отличается от этапа в сибири во первых потому что это асфальт они лед со снегом авторы потому что в японии все очень красочно и красиво для разнообразия выберем естественно другой автомобиль а вот выберем знаменитую янчу категории 5 также доступны настройки автомобиля настройки можно сделать простые то есть асфальт гравий или снег автомобиль видно сразу да он поднимается или опускается то есть зажимается подвеска или распускается либо уже самостоятельно в режиме пользовательского пользовательских настроек подправить те параметры которые необходимы но вы мы выберем просто асфальт потому что япония это асфальт и естественно мы сразу же начинаем гонку вот такая красивая у нас япония ждем старта ну что поехали вот и япония вот и асфальт очень и очень мешает лог на 30 кадров это игра в которой необходимо принимать быстрое решение быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и вот эти вот 30 кадров это просто один из главных сильнейших недостатков которые я считаю имеется на приставочных версиях на версии для пк естественно такого лука я думаю нет хотя надо проверить я думаю что авторы действительно постарались передать как колорит и нюансы сибирской земли снега и льда так и японских вертлявых асфальтовых дорожек с характерными для японии постройками автомобиль на асфальте ведет себя совершенно не так как он вел себя на снегу то есть действительно разница в покрытии и разница в самом автомобиле очень сильно чувствуется вот это автомобиль я сразу чувствую он тяжелее чем гольджи тякан которым мы ехали предыдущем заезде а асфальт намного лучше держит автомобиль я могу точнее точнее управлять этим автомобилем и точнее дозировать газ поворотов без опасности соноса или заноса ну а для знакомства с дисциплиной ралли кросс в ралли предлагаю перенестись в гора рейнер сша здесь написано что это маршрут прост идеален для знакомства с ралли кроссом в ралли для ралли кросса мы выберем себе автомобиль ford focus rs rx ну что стартуем мы в новой дисциплине в ралли кроссе достаточно активная контактная борьба при этом как я уже отмечал управление и здесь тоже очень адекватное и во всяком случае на руле ты чувствуешь и массу автомобиля и инерцию автомобиля и скольжение колес здесь все очень красиво поедем сразу заедем на джокер и не мы одни здесь было столкновение очень приходится активно рулить потому что трасса вертлявая и опять здесь мне очень сильно мешает ограничение в 30 кадров я не могу вовремя принимать решение и вовремя реагировать на ситуацию которую вижу на экране 30 кадров в секунду для таких динамичных заездов как ралли и ралли кросс это конечно же очень мало я очень надеюсь что разработчики снимут это ограничение иначе получается что как-то все очень и очень нелогично итак я приехал четвертым из шести участников на самом деле конечно же таких трассов таких динамичных заездов как ралли кросс необходим в кат в кат и четкое понимание траектории по движение по этой трассе и сам свечи весь монстр и так настало время подводить итоги и делать какие-то выводы по аркадному симулятору в ралли 2018 настоящий момент сложилась интересной ситуации в мире раллийных симуляторов после выхода в 2015 году дёрт ралли больше раллийных симуляторов даже от той же самой коды мастерс не выходило не считая дёрт 4 который ну прямо скажем не дотягивал до уровня дёрт ралли выходил еще две игры в виде он раш и в виде грэвел которые были ну просто напросто каким-то трэшем а не раллийными играми и они тоже не снискали особой популярности wrc от компании производители вот игры в ралли также выходя несколько лет подряд не снискала не то что не особой популярности она просто была в забвении потому что прикасаться к этой поделки я вам ну точно не рекомендую а вот игра в ралли это как раз глоток свежего воздуха несмотря на аркадную направленность несмотря на упрощенную физику управление в игре достаточно понятное и в особенности это ощущается на рулевых колесах я играю на рулем колесе от компании трасс мастер и мне управление в этой игре действительно понравилось я могу похвалить эту игру за управление за обратную связь я бы хотел похвалить эту игру еще за физику но не могу потому что физика здесь достаточно простая она очень условная модели автомобилей здесь тоже упрощенные но это все соответствует тому что игра и не позиционирует себя как автосимулятор это аркада графика графика в игре простая но на глаз приятная да здесь нету каких-то супер эффектов здесь нету серьезные детальные проработки а на некоторые текстуры просто без слез не взглянешь но для кого это имеет значение когда ты проноешься на скорости далеко за сотню по этим пейзажам и твоя главная задача это просто отловить автомобиль и правильно войти в следующий поворот так что с графикой здесь дела обстоят не очень звук в игре ну звук есть звук звук нормальный музыка здесь хорошая музыка даже я бы сказал здесь бомбическая вот по поводу музыки это еще один плюсик для этой игры потому что авторы постарались и подошли не абы как и совсем не обязательно в эту игру играть на руле в эту игру вполне достаточно будет хорошего геймпада про клавиатуру конечно я не говорю но расположившись с геймпадом в кресле или на диване и подключив приставку к телевизору это вполне тот вариант на который данная игра и рассчитана ну а с вами был дмитрий рыков на этом я с вами прощаюсь пока до новых встреч друзья